Ну какой же праздник без десертов! Хочется чего-то сладенького и в праздничный торжественный день, особенно если это сладенькое, приготовлено своими руками, оно становится особенно вкусным. И сегодня такой рецепт у нас для вас есть. У нас в гостях домашний кондитер Юлия Кочигина. И сегодня приготовим тортик к 8 марта. Видите, у нас даже заготовка есть, цифра 8. Все понятно, все логично. Доброе утро, Юля! Доброе утро! Такой тортик-открытка у нас получается? Да, торт-открытка к 8 марта, оформление свежих ягод и также начинка абрикосовая, это абрикосовый курд. Очень коротко про сам коржик. Что нужно сделать, чтобы он получился вот такой же красивый? Нужно сделать тесто, непосредственно его нужно приготовить, заварить на плите, убрать в холодильник на сутки, потом раскатать, выпечь и вот собрать тесто. Какое это тесто? Медовое. Медовое тесто. А вот эти коржики, они, я так понимаю, они такие твердые будут, не как тортик мягкий. Не бисквитные? Нет, это не бисквитные, да. Они за счет крема, то есть за счет вот этой начинки, они пропитаются, то есть он должен поставить в холодильнике и потом его можно кушать. В общем, начинать готовить нужно сегодня, чтобы у восьмого полакомиться. Нет, можно его сегодня будет покушать, как бы через часик-полтора, поэтому как бы все будет вкусно. А, все, нам надо подождать, а мы думали, мы сразу его ням-ням-ням. Нет, надо подождать. Хорошо. Хорошо. Рассказывайте, а что это за крем такой? Это крем-чейс, сыр, кукинг и сливки, плюс сахарная пудра. Давайте соберем эту открытку в прямом эфире. Как это будет выглядеть? Заготовка есть, готова. Какой высоты бывают такие тортики? Ну, вообще, как бы 3-4, да, то есть достаточно, как бы больше нет смысла делать, потому что если торт будет выше, то при перевозке он может поехать, если что-то вдруг. Если нет дома кандидерского мешка, можно использовать обычный пакет? Получится что-нибудь приличное? Приличное, нет? Приличное, нет, я думаю, конечно, он должен быть. Я думаю, что нет. А давайте мы попробуем, как это будет, а то у вас-то в руках, я понимаю, что с любым пакетом будет красиво. А у нас? Пожалуйста. Берем профессиональный, значит, этот, чуть-чуть поддавливаем. Чуть-чуть прямо. Вот так вот, ага, чтобы... А где давить надо, сверху? А вот прямо вот так вот, да, сверху. Выдавливайте, выдавливайте, не бойтесь. Какой вы сильный человек, Юлия! Я думала, это все проще, вы знаете, нужна сила в руках и в пальцах, чтобы... Чуть-чуть ближе, чтобы они были друг к другу, ну, поближе, да. А чтобы дырками не было, да, расстояние такого. Должно быть расстояние, да. Катя, хочешь? Да, давай попробую, по крайней мере, очень интересно выглядит. Так, а где давить-то надо, вот здесь? Вот здесь, сверху. Сверху вниз, мешок держим правильно, ну, то есть ровно. Так, и вот такая должна быть пупырочка, да, сверху? Да, 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 пупырышечка. Слушайте, ну это правда надо быть немножко бодибилдером, чтобы все удавалось. Типунько. Почему у меня не получается вот эта вот, вот такая макушечка? Как у вас вот такая? Надо чуть-чуть больше выдавливать. Типунько. Не жалей, на нас не жалей, Катя. Мы же это сейчас съедим. Я-то уеду на включение, вы будете без меня кандидать. А-а-а, понятно. Ну, они вам оставят кусочек. Мы постараемся это сделать, Елена, не обещают. Потому что выглядит все так аппетитно. Я давно с ними работаю, я знаю. Так, вот оно. Какие еще бывают вариации на тему 8 марта в кондитерке? Ну, вообще бывают разные десерты, пирожные, трайфлы, капкейки, эскимо, то есть эклеры, то есть очень много, то есть кто что любит. То есть как бы, ну, очень много вкусностей, которые я делаю. То есть, ну, как бы вот в честь 8 марта чаще всего заказывают восьмерочку, то есть, ну, открыткой как бы для мам, для подруг, для коллег. Обратите внимание, как рука набитая, как мы с тобой, значит, тут медленно, аккуратно. Такая скорость. А здесь такая скорость. А вы давно занимаетесь, Юля, кондитерским делом? Пять лет. Как вы к этому пришли? За последние пять лет так много девочек стали кондитерами. Как это произошло с вами? Да, очень много, как бы именно в Красноярске прямо стало очень много кондитеров. Как я к этому пришла, я попробовала испечь торт своему мужу. И не получилось, да? Нет, получилось. Я очень, как бы, к этому, так сказать, ответственно отнеслась. И потом как-то, ну, у меня какой-то интерес какой-то проснулся, что ли, что нужно попробовать дальше. И все, и я начала развиваться потихоньку, пробовать. И вот, и теперь я кондитер. Вы получили признание, я так понимаю, определенного количества людей, которые сейчас у вас постоянно заказывают. Вот ты говорила, Юля, у тебя вкусно, будем брать. Как меняются вкусы заказчиков вот за пять лет? Есть ли какие-то тенденции, что пять лет назад любили одно, сейчас другое? В основном нет. Вкусы, как бы, я работаю всегда на свежих ягодах, то есть я не использую заморозку. То есть я работаю вот только на свежей ягоде. Так, симпатично получилось уже. Так, ну, вы чуть-чуть немножко здесь, как бы, ободобили. Накосячили? Да, да, ну, это, как бы, ничего страшного. Так, теперь мы пристанем к оформлению. Сейчас мы туда и как раз будем укладывать ягоды, чтобы было не видно, что мы там натворили. Да, вот так. Красота какая. Прям уже летнее какое-то настроение от этого весеннего тортика идет. Клубника прям делает свое дело. Какой залог успеха, если ты дома хочешь сам повторить какой-то кулинарный шедевр, который увидел у кондитера и вдохновился, какие советы? Надо попробовать. Надо просто делать. Да, надо просто делать и не бояться, потому что, ну, все с чего-то когда-то начинают. Поэтому... Нужно ли какое-то специальное оборудование начинающему кондитеру или для начала просто то, что есть на кухне, то и используем? То, что есть на кухне, в принципе, можно сделать из всего то, что есть на кухне. Оборудование нужно только в том случае, когда вы уже будете подходить к этому профессионально. То есть, если вы будете брать заказы, то есть, ну, чтобы как бы вот так. А так, в принципе, нет. Миксер, венчик. Ну, кондитерский мешок все-таки понадобится. Кондитерский мешок понадобится обязательно, да. Я так понимаю, Юля, что сейчас уже поздно делать заказ на 8 марта? Или вы еще пока принимаете заказы? Или все укомплектовано? Нет, я принимаю, но их принимаю уже в ограниченном количестве, потому что клиентов очень много. И как бывает, что люди забывают, что завтра праздник. И как бы звонят в самый последний момент и говорят, Юля, нам на завтра нужен торт. И ты понимаешь, что как бы либо ты его успеваешь сделать, либо ты не успеваешь. Ну, а оптимально за какой период заказывать кондитер? Вообще желательно за 4-5 дней, то есть, заранее. Потому что вам нужно покупать продукты. А продукты специфические вы их покупаете не в соседнем супермаркете? Да, я закупаю их на базах, то есть, да, мне нужно будет закупить. Ну, продукты у меня основные как бы дома есть, но если касаемо, вот, например, там, свежих ягодок или еще чего-то, то, конечно, ну, лучше заранее. Потому что ягода вся приходит у нас из-за границы, и она не всегда есть в наличии. Особенно сейчас. Это вот, мне кажется, лишнее, она не хочет туда встать. Нет, она влезет, да. Ничего тут лишнего нет. Я хочу, чтобы у вас прямо такой курсик. Не останавливайтесь, Юля. Да, да, да. Нет, давайте побольше, побольше туда. Это у нас какая ягода? Клубника, малина, голубика. Да, и ежевика. И ежевика, боже мой. Еще есть также красная смородина, но что-то с красной смородиной у нас маленько ее нету. Рядом у нас еще есть какие-то декоративные кондитерские украшения, немножко похожие на вареную колбасу нарезанную, но тем не менее, я думаю, что это кондитерка. Кстати, не люблю вот эти кондитерские украшения. Они, конечно, красивые, но я их жесткие. Я их есть не люблю. Это, кстати, стружка колебаут, а это сублимированная малина, то есть, ну, она очень вкусная, и в декоре она смотрится очень красиво и богато. Против малины ничего не имею, а вот то, что вы первое сказали, это что такое? Это шоколад. А, это шоколад? Да, колебаут, да. Почему он колебаут называется? Ну, вот так вот. Потому что похож на колбасу. Похож на колбасу. Это по форме, да? Ну, а по сути шоколад просто. Да, просто шоколад, ну, он идет также и в колетах, и вот в таких. Ну, ладно, хорошо уговорили. Украшен наш торт. Просто ягодная поляна. Дорого богато. Дорого богато, да. Красиво. Ну, теперь такой меркантильный вопрос. Сколько будет стоить такой тортик? Если торт делается на заказ, обговаривается непосредственно с клиентом, то есть какой нужен ему вес. Минимальный заказ идет таких тортиков, то есть эта восьмерочка, она прямо миниатюрная, ну, где-то здесь будет 1,600-1,700 по весу. Стоимость за килограмм 1350, ну, то есть умножаете 1350 на тот вес, который получился по итогу. Сейчас иногда в масс-маркете тортики стоят 700-800 рублей, обычные, под 900 граммов. А в сравнении они идут ни в какое. Ну, не каждый может себе позволить такой торт. И многие, когда говорят, ну, можно там заказать торт, и когда ты людям говоришь цену, они удивляются, говорят, ой, нет, нам дорого, мы не будем такой торт заказывать. Мы лучше купим в сладкой жизни. То есть, ну, есть такие клиенты. Ну, здесь обусловлено все количеством ягод, составом, тот же сыр натуральный, вот, поэтому такая цена. А листья у нас эти съедобные или нет? Нет, листья это не съедобные, это декор, да, вот. А чего это листья? Фистасия, это вообще, ну, она как бы моется, ну, под струей водички, и вот так вот с ними украшается. Ну, что же, мы заканчиваем украшать вот такой тортик для любой женщины-сладкоежки с 8 марта, с наступающим праздником, дорогие наши телезрительницы. Мы огромное спасибо говорим нашей гости. Юлия Качигина, домашний кондитер, сегодня показала нам свое искусство, ну, и накормила практически всю нашу съемочную группу, если мы не подеремся, конечно, за этот тортик. Всем хватит, поэтому не переживайте. Хорошо. Вас тоже поздравляем с наступающим праздником. Спасибо, девочки, вас тоже с 8 марта. Пускай вас 8 марта встретят в виде вот такого тортика, это очень приятно. Спасибо.